Здравствуйте! В эфире программа «Транспорт и логистика» на Атамикен Бизнес. Я ее ведущий, Оужас Арыгбаев. Сегодня мы будем говорить о почтовой логистике. У нас в гостях Алия Сугербаева, это управляющий директор по почтовому сервису «Казпочту». Алия, здравствуйте! Здравствуйте, Оужас! И первый вопрос. В цифровую эпоху доставка писем и конвертов – это уже традиционно старый формат. Какие новые сервисы и вообще в целом тенденции наблюдаются в сфере вашей деятельности? Правильно, вы задали вопрос. Действительно, сегодня «Казпочта» предоставляет широкий спектр различных услуг. Это и почтовые, и логистические, и финансовые, и агентские, и брокерские. И учитывая, как меняется мир, как меняются тенденции, соответственно, наша компания следит за этим и проводит цифровую трансформацию своего бизнеса. Действительно, тенденция последних нескольких лет показывает значительное снижение традиционных видов бизнеса. Если, к примеру, мы возьмем письменную корреспонденцию, то за последние два года она снизилась в буквальном смысле на 25%. И пандемия в этом тоже сыграла свою роль. В связи с чем мы разрабатываем ряд новых инициатив, которые бы нам позволили заменить вот этот сектор, спектр потерь. К примеру, курьерский бизнес. Если раньше в дельном весе, в общем объеме доходов курьерка занимала всего лишь 7-8%, то сегодня это уже 18%. Таким образом, мы отслеживаем эти тенденции и развиваем те инициативы, которые сегодня так необходимы нашим клиентам в первую очередь. В 2018 году в компании был запущен проект гибридной электронной почты, что позволило частично заменить текущую письменную корреспонденцию. То есть это электронные письма, которые компании могут отправлять своим получателям в течение 24 часов, в любое время дня и суток, в любой день недели. И дальше уже на местах наши почтальоны разносят эти письма электронные, распечатывают и разносят нашим клиентам. Соответственно, мы уже тогда сократили сроки доставки писем до наших клиентов. И если в 2018 году количество таких писем составляло всего лишь 600 тысяч, то уже в текущем году данная статистика растет в геометрической прогрессии. И уже 2,5 миллиона в текущем году мы доставили писем в соответствии с продуктом гибридная электронная почта. Но мы на этом не останавливаемся. К сожалению, мы замечаем, что и люди стали меньше писать друг другу. Они начали обмениваться в мессенджерах и писать друг другу электронные письма. То есть мы понимаем, что цифровизация сегодня меняет абсолютно все отрасли. Не стало исключением здесь и компания наша. Клиенты ищут более практичные, более быстрые, удобные решения. В этой связи Коспочта сейчас планирует запустить проект «Национальная электронная почта». То есть в рамках закона Республики Казахстан о почте данные нормативы уже все есть. И сейчас мы разрабатываем этот проект. Запуск его состоится в 2022 году. Соответственно, любой клиент, любое физическое лицо 24 часа на 7 сможет направлять в любую точку мира, в любую точку страны, любые письма. И эти письма будут иметь юридическую силу. Алья, вы сказали, что одним из проектов Коспочты являются курьерские услуги. Что Коспочта предпринимает для развития курьерских услуг? Да, значительный рост интернет-торговли действительно повлиял на тенденцию роста курьерских услуг на рынке, по-моему, во всем мире. Такая тенденция наблюдается и в Республике Казахстан. Соответственно, мы полностью в компании пересмотрели все процессы курьерки. На сегодняшний день мы создали новую продуктовую линейку, которая обеспечит прозрачность, понятность наших продуктов для наших клиентов. Есть замечательные продукты. Это GoPost Express, это перевозка отправлений авиаспособом. GoPost Standard, это наземные способы доставки. GoPost City, это доставки внутри города. И GoPost Home. Последний продукт, он очень мне нравится. Почему? Потому что мы его создали с заботой о наших клиентах. Мы понимаем, что в период пандемии многие люди заказывают посылки только до супермаркетов посылок, которые расположены по всей территории Республики Казахстан у нашей компании. И, к сожалению, чтобы минимизировать эти риски посещения отделений, мы создали продукт доставка посылки от супермаркета до дома клиента. То есть клиент в любой момент может позвонить по номеру 1499, либо на пост КИЗЭТ осуществить заказ, и посылка будет доставлена ему на дом в удобное для него время. Поэтому призываю всех наших клиентов воспользоваться данной услугой. Это классно, это удобно и это безопасно. Кроме того, в текущем году, буквально в июле месяце, мы запустили новое курьерское приложение. Называется NoGoPost. Оно позволило нам соптимизировать многие производственные процессы, обеспечить контроль за деятельностью наших курьеров. Вплоть даже программа мотивации присутствует в данном приложении. Все вот эти направленные на развитие курьерского бизнеса инициативы, они позволят в дальнейшем нашей компании привлекать наибольшее количество клиентов, соответственно, повысить удовлетворенность наших клиентов. Также мы проработали уведомления нашим клиентам. То есть программа автоматически, когда курьер выезжает на доставку, программа автоматически в Telegram-боте скидывает клиенту уведомления о том, что курьер выехал. И, соответственно, если попытка доставки была успешной, также приходит уведомление клиенту. Если не успешная, тоже приходит уведомление. Более того, на сегодняшний день мы запустили уже оплату картой за все услуги, которые оказывают наши курьеры на территории Республики Казахстан. Поэтому всех призываю оплачивать картами. Как воспользоваться вот этими услугами? То есть это надо зайти на сайт или скачать приложение, или позвонить куда-то? Да, обязательно рекомендую всем нашим клиентам зарегистрироваться на нашем сайте PostKZ, где вы сможете сформировать заявку на вызов курьера и, соответственно, воспользоваться данной услугой. У нас в последнее время в Казахстане постоянно говорят о выгодном географическом положении и большом транзитном потенциале. Объем транзитных перевозок ежегодно в Казахстане увеличивается. Вот в этом плане Казпочта, имея такие возможности в транзитных перевозках, какие может услуги предоставить казахстанскому бизнесу? Действительно, развитие международного обмена – одна из самых главных и приоритетных задач Казпочты. На сегодняшний день у нас налажен почтовый обмен со 140 странами мира. И в этой связи мы активно развиваем бондовые склады, которые расположены на территории свободной экономической зоны Харгос – Восточные ворота для осуществления транзита международных почтовых отправлений. Кроме того, сегодня к нашей компании ведутся переговоры с крупнейшими логистическими китайскими компаниями по доставке объемов международной почты не только в Республику Казахстан, но и в страны СНГ. В первую очередь это решит следующие вопросы. Первое – это развитие транспортного потенциала, увеличение товара оборота, создание новых рабочих мест. Для бизнеса же это сыграет важную роль, так как значительно сократит сроки доставки, соответственно увеличен объемы и покупательскую способность, удовлетворенность клиентов. Также мы понимаем, что открытие на территории Российской Федерации различных маркетплейсов, в том числе Алиэкспресс, оно частично в любом случае перенаправит какую-то часть покупателей на Россию. И это скажется на международных объемах. В этой связи нами тоже уже начата работа по проработке взаимовыгодного сотрудничества с Почтой России. В апреле текущего года Коспочта уже подписала меморандум с Почтой России, и данная работа будет продолжена. Кроме того, необходимо отметить, что в текущем году мы значительно увеличили поток международных отправлений на Узбекистан. Договоренность Коспочты с почтовым оператором Узбекистана позволила в первую очередь нашему бизнесу расширить рынок сбыта и наладить доставку товаров в Узбекистан. Эта работа будет также продолжена нами. Мы ставим перед собой цель стать надежным партнером для бизнеса в развитии электронной коммерции. И также будут прорабатываться другие страны СНГ и ближнего зарубежья. Как компания совершенствует качество сервиса и какие технологии применяются при оказании почтово-логистических услуг? Качество сервиса – это одно из самых приоритетных направлений нашей компании. Это направление мы даже включили в генеральный план развития нашей компании. Сегодня мы уже целенаправленно пересмотрели полностью всю логистику доставки, усилили контроль и сохранность всех наших отправлений на стадии завершения внедрения политизации и контейнеризации. Полностью пересмотрен подход к формированию маршрутов и резервных мощностей. Внедрены умные мобильные терминалы, которые позволят исключить ошибки в процессе загрузки, погрузки почтовых отправлений. Вот если раньше мы как-то доставляли стандартную почту, это были мелкие посылки, письма и так далее, то сегодня компания столкнулась с новым вызовом. Средний вес наших посылок составляет сейчас от 35 до 50 килограмм. И объем – это вот как называется белая техника. Это холодильники, телевизоры, это кондиционеры. И, соответственно, мы для себя полностью меняем все внутренние наши процессы для того, чтобы обеспечивать качественную доставку именно крупногабаритных отправлений. Если раньше доля крупногабаритных составляла в общем объеме где-то 23%, это вот 2017-2018 год, то в текущем году это уже 45-50%. И мы проводим ряд мероприятий по приведению инфраструктуры нашей в соответствии к новым вызовам. Также на нашей компании разработана дорожная карта цифровизации и модернизации наших сортировочных центров. Мы в течение трех лет планируем полностью наши сортировочные центры переформатизировать под те требования рынка, которые сегодня имеют место быть. Конечно, все вот эти меры, которые принимает компания, они позволят повысить производительность труда, сократить затраты трудового времени. И все вот эти средства, которые будут высвобождены при повышении эффективности производительности труда, будут направлены на повышение заработных плат нашим работникам, производственному персоналу непосредственно. Еще одно новшество, которое мы запустили, это дешборда. Это информационные срезы, которые можно смотреть в режиме онлайн 24 на 7, которые регламентируют и контролируют процессы доставки наших почтовых отправлений от момента приема до момента вручения. Этими дешбордами пользуются наши, в первую очередь, производственники. И аналогичные дешборда мы предоставляем нашим корпоративным клиентам, чтобы они могли в режиме онлайн на постоянной основе контролировать качество нашего обслуживания. Алия, спасибо за развернутый ответ. И следующий вопрос. Вы уже частично затронули то, что у вас в Казпочте заметен рост именно крупногабаритных тяжелых посылок. То есть это уже сегмент грузоперевозок. То есть растет спрос со стороны населения именно грузоперевозком. Вот с учетом вот этого возрастающего спроса, какие планы у Казпочты? Ну вот, понимая, как меняется рынок, Казпочта приняла решение о запуске нового направления бизнеса, это грузоперевозки. Более того, имея потенциал и статусы уполномоченного экономического оператора, таможенного представителя по таможенному оформлению международных грузов, компания наша сегодня имеет возможность предоставлять полный спектр услуг, начиная от растаможки до логистики грузоперевозок. Поэтому на сегодняшний день мы уже на первом этапе приступили к реализации данного проекта. Мы включили грузоперевозки внутри Республики Казахстан. И уже вторым этапом Казпочта приступит к реализации проекта в международных транспортно-логистических услугах в целях развития транзитного потенциала между Республикой Казахстан, Китаем и Европой и Центральной Азией. Наша компания является ключевым элементом развития инфраструктуры электронной коммерции в Казахстане. В связи с чем с сентября текущего года мы также зашли в пилот по экономическому оператору, оператору электронной торговли, который проводится в пяти странах участников ЕАЭС, что позволит упростить таможенное администрирование, повлияет на увеличение покупательского спроса на интернет-площадках и как следствие обеспечит развитие объемов интернет-торговли. Все вышеуказанные направления в развитии позволят в первую очередь Казпочте оптимизировать логистическую цепочку и выйти на новый уровень обслуживания и сервиса. Алия, спасибо вам большое за участие в нашей программе, за интересный диалог. Желаем успехов в вашей деятельности. А я напоминаю, что с вами была программа транспорт и логистика на Atomicent Business. Увидимся с вами на следующей неделе. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»